Представители администрации Серпухова регулярно проводят встречи с населением. Начальник управления культуры Елена Котова в пятницу вечером встретилась с жителями микрорайона Красный Текстильщик, среди которых были родители детей, занимающихся в ДК Исток и сотрудники Дворца культуры. На встрече присутствовала и наша съемочная группа. Разговор начальника управления культуры с жителями микрорайона Красный Текстильщик начался с обсуждения темы ремонта Дворца культуры Исток. Здание было построено еще в 1859 году. Его ремонт будет проводиться за счет средств государственной программы «Культура Подмосковья». Планируется у нас ремонт 22-23 год, 21-й год пиры и ремонт капитальный всего Дворца с переоснащением. То есть это очень серьезная такая, скажем, работа сейчас проводится. И нами была проведена администрация города большая работа для того, чтобы включили наш дворец. В ДК Исток занимаются и дети, и представители среднего поколения, и пенсионеры. Всего порядка 700 человек. Поэтому непосредственно около учреждения нужна гостевая парковка для тех, кто привозит детей на занятия или для выступлений на праздниках. Понимая о том, что людей волнуют вопросы абсолютно разного плана, всегда готовы на встречах мы выслушать любые вопросы. Естественно, сразу решения не приходится принимать, потому что все требует доработки. Но однозначно каждый человек имеет право высказаться. Мы принимаем, я, например, лично записываю проблемы и постараюсь каким-то образом продвинуть их решение. Встреча прошла в такой теплой обстановке, очень. То есть люди задавали именно вопросы, которые, может быть, очень волновали. И, наконец-то, они смогли услышать именно от лица, который отвечает за эти вопросы. И то, что около 170 миллионов выделяют на ремонт Исток, это же очень хорошо. На днях в Дворце культуры Исток открылась фотовыставка «Профессии нашего города глазами молодежи». Ее организовали специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи. Директор учреждения также присутствовал на встрече. Я пришла посмотреть, как все-таки проходит наша выставка на пороге взрослой жизни. И вот на этой встрече я как член общественной палаты. Такие встречи надо обязательно проводить. Они удовлетворительные, положительные. Елена Котова провела уже четыре встречи с жителями разных микрорайонов города. Они будут проходить и в будущем.